Результатом доволен, что победили, заработали три очка, но игрой, моментами. Некоторые футболисты выпадут полностью из игры. Нельзя играть, если кто-то из игроков выпадает или не выполняет тренерскую установку. Поэтому и были такие качели. В целом, если так подводить итоги, первый круг закончился, может где-то не добрали, может очка 2. Могли лучше сыграть, но в целом больше, чем в том году на три очка взяли. Поэтому надо усиливаться, надо улучшать нашу игру и двигаться вперед. Спасибо, Ваши вопросы. Сергей Викторович, может быть, первоначально что-то уже известно по Горбунову, такое ощущение, что у него растяжение может быть какое-то? Я думаю, что все будет нормально. Он оступился, когда лежал за миссией. Я думаю, что все будет нормально. Зная Сеня, он уже крепкий. Дмитрий Сеняк, спортивная панорама. Но если Соловей еще, Антон просто перекрыл правую зону и, поверьте, не дар просто вскрытие обороны, вы уже видели команда, которая играет в пять защитников. В целом, справились, свой момент забили. Были еще эпизоды забить, но мастерство, оно так просто не приходит. Его надо через тренировки, через время, через игры нарабатывать. Спасибо. Максим Стихов, Сергей Танчевич. Спасибо, Настанисий Хворчинский, Гамович. Ехая с чем-то связаны? Не, ничего. Ехая провел очень много матчей. Дал просто ребятам немножко такой передых, чтобы соскучились по большому футболу. Конечно, хотел Ехая поменять, то есть дать Копленко тоже так. Но была невынужденная замена вратаря в первом тайме, поэтому готовимся к кемрокубкам. И как бы не хотелось, у Галовича тоже есть микро-травма, он играл на уколах, поэтому решили немножко поберечь к кемрокубкам. Сергей Танчевич, такой вызвал резонанс, новость был, перенос вашего матча в животе. Мотивы понятны, да, весны, собственно говоря. Но, может быть, вы как конкретизируете, может быть, ничего там знаем? Конкретизировать что? А мы что, первые, кто матч переносит? Нет. В том году и по Т переносили, я не знаю, с чем это вызвал такой резонанс. Ну, я вам могу так сказать, потому что мы летим из Ирландии. Во-первых, очень поздно игра, очень поздно мы вернемся, практически под утро. Вот, и я считаю, мы будем, может, где-то не в равных условиях с торпедами. Получается, у них недельные циклы, у нас получается там, да, поэтому, почему не воспользоваться такой опцией, как перенос матча? Спасибо. Спасибо. Прежде вы говорили, что не любите паузы по 8-9 дней, и вот сейчас переносите. Так вот, зачем нам эти были паузы по 8-9 дней? Все люди смотрят чемпионат мира, а я хочу, может, игру смотреть, а не футбол играть. Мы сначала занимались ерундой, по 8-9 дней отдыхали, а потом у меня в июле 8 матчей. Правильно? Если мы проходим вот эти два этапа, то 8 матчей у нас в июле. Спасибо. Я ответил на ваш вопрос? Да, ответил. Да. А вы хотите через 3 дня поиграть? Нет, я не могу по себе. Ну, ответите. Да, Александр. А сколько чувствительно для Динамо Потеринарёка? Я считаю, что в футболе нет незаменимых футболистов, и как играет комплект, Каяха меня вполне устраивает. Саша, могу одно сказать, что вот этот шум, который Ган, но он не красит, ни его агент, ни его самого не красит. Я ему раньше говорил, что не надо целовать имбленки, не надо бить себя в грудь. Играйте за свою фамилию, то, что у вас на спине. Не надо играть за тренера. Это все, вы знаете, это попахивает таким быть, я не знаю, цыганщином. Ну, и вот же. Раз разошелся. Если продолжать тему на Йока, его агент сказал, что вы по просьбе Юрия Кширами поставили его на игр с Баттея, с Брестским Динамо. Подтверждайте ему эту информацию, и если подтверждаете, то... Я главный тренер, я не поставил. Договорились? А то, что агент там что-то пишет, что-то выдумывает, его задача, агента задачи. Он не тренирует футболистов. Кто такой этот агент? Клуб ему дает зарплату, его кормит, платит зарплату тренеру, который его тренирует, готовит, его госят по сборам, а агенты только ходят и сказки рассказывают, и еще... Или не так? Ну, все, он со мной трудно не согласится. Все, Максим. Вы смотрели футбол, и первый круг. Было достаточно времени задать эти вопросы. По игре есть вопросы? Да, есть. По игре. Давай, не совсем. Не, совсем по игре. Ну, вот завершился первый круг. Исходя из игры, на что может рассчитывать Динамо во втором? Вопрос не понял. Конкретизирует? Переведи. Во-первых, вы довольны игрой с вашей командой сейчас, и как считаете, может команда бороться за чемпионство? Ну, мы боремся за чемпионство. Даже с плохой игрой, как вы считаете. Ну, вы же футбол-то. Вы все специалисты футболе, понимаешь? Я же не говорю, ты самый лучший футболист. Ты. Знаешь, почему ты самый лучший футболист? Потому что ты никогда футбол не играл, ты ни разу не ошибался. Это у вас самый лучший футболист, или те, кто не ошибается. Вы сами видите, все тики-таки, все команды уже дома отдыхают на пляже, бежат. Правильно? А те, которые бьются, которые выгрызают эти победы, эти мячи, те еще и дальше идут. Ответил на ваш вопрос? Я понимаю, что да, я тоже хочу, чтобы мы лучше играли. Но мне нужны эмоции. Я хочу, чтобы было больше эмоций у футболистов. И это меня не всегда устраивает. То, что ошибается футболист, это не проблема. Проблема, как ты играешь, с какими эмоциями выходишь на футбольный поль. А когда выходит в пустыню, я понимаю, не очень просто так вот. На каждую игру настроиться, как на последние. Ну, надо уметь доставать из себя. Надо уметь разозлиться. Так, хватит, я изююю, пускай они на меня, там ненавидят, пускай на меня это. Выпускай, я хочу лить мужиков на поль. Понятно? У тебя потяжело со мной пришли. Спасибо, я как раз умею бороться. У нас тоже один есть. Это досекач. Бороться тогда. Бомба доиграет. Бороться.